Музыка И кто ко мне лезет с утра? М? Эй, Мойка А, Мойка Мойка Прям вот надо, чтобы Внимание уделила ему Рокки И трогай мою резинку Это моя резинка для Валюс Это моя резинка для Валюс Это мой котик Справишься на улице Кушать пойдем? Пойдем кушать? Пойдем кушать? Ну, естественно Надо было прыгнуть так, чтобы прям на зарядку У нас, короче, кот, сладкоежка Я испекла слойки Из слоеного теста сделала С вареньем домашним Уже наяривает Всем привет У нас сегодня пятница И у нас сегодня сборы Ранние сборы Утренние на пляж Поиграть в волейбол В общем, посмотрим, кто соберется И у нас здесь Столько сумок с собой И вот смотрите Здесь у нас сумки В контейнерах хранятся Ягоды свежие Манго Дыня Вот Здесь у нас свои вещи Для переодевания Также я беру сюда Сумку с необходимыми Косметическими средствами Средствами от солнца И еще у нас в машине Очень большая сумка С полотенцами С покрывалами Вот Роки мы закрываем Обычно вот так В клеточке Потому что иначе Он сейчас прыгает Везде Везде все портит Вчера разбил мне Маленькую вазочку Вот Это при том, что я дома была Поэтому мы не рискуем Мы его закрываем Я еще поставила ему Маленький контейнер с водой Вот И что? Мы ждем Машу И выходим Are you ready? Yeah, I'm ready For a new day With Yana With Masha All together Come join us Да, приезжайте к нам Маша хочет сказать Что сегодня пятница Что? Семи людей Но она не знает Что я уже с вами поздоровалась Записала Ну все Ну все Обиделся ребенок Есть Очень Мама опередила Денис Волейбольная команда Да Да Я одеваюсь Длинным рукавом Косточку Потому что Хоть будет жарко Но я не хочу Гореть И плюс Это защитит Мои руки От синяков Вот Самое главное Это со мной Телефон И ее волейбол Все Мяч И телефон Со мной Ты заледела Телефон Да А Маша Какой чехольчик Красивый Да С киской Нравится? Очень Где заказали? На Алиэкспрессе Нам нужно Подкачать Мячик Наш И мы вот Ездим по заправочным Станциям И ищем Где же Это можно сделать Почему-то Сегодня Вот уже На двух заправках Выходной На докачке Очень странно Вообще Только хотела Похвастаться Вам Как здесь Все для людей А здесь Бац И вот так И выходные Ну вот Конкретно Вот здесь Сейчас Место Где Бадает Эйр Вот здесь Я покажу Здесь есть Место Для того Чтобы залить Воду В машину Бачок И Подкачать Колеса Самому Вот Выглядит Место Water Сами Подъезжаете Затачиваете Там Такая Машинка Красивая Стоит Да И возле Красивая Вот И вот Пока Люди Где-нибудь Тут Завтракают И моют Машину Заправляют О Накачали Ого По-моему Перекачали Машин Машин Зал с собой На пляж Вот такой Вот Мини Бамбинтон Это как Теннис Или Бамбинтон Что-то Среднее Все в одном И да И да Мы дали Несколько Монет Там Несколько Дерхам За то Что Нам Накачали Мяч Но Это вторая Заправка Где мы Не могли Накачать Поэтому Не жалко Да Я предложила Пять Ахмед Зал Три Но В итоге Я говорю Давай пять Потому что Мы Потому что Не могли Найти Где нам Накачать Вот Вот Это 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 А Вы Следующий Настал Что Вот Здесь Ты Ты Не С Ты Не И И У меня Сегодня Такая Ночь Была Дело в том Что Пока Я Монтировала видео о покупках, о распаковках посылок, я его монтировала до 5 утра, до 5 утра я его монтировала, выкладывала, оформляла, и в 8 у нас должен был быть подъем, и я в 6 часу я уже легла спать, и я так и не смогла уснуть, поэтому вот буквально через 2 часа будет ровно сутки, как я не спала, не знаю, насколько меня хватит, или можно ли вообще в таком состоянии не играть, я просто выпила сейчас с утра чашечку кофе, ну посмотрим, и у нас в планах сегодня не, ну опять же, все зависит от моего состояния, потому что как долго мой организм сможет быть в активном режиме, вот, мы планируем после того поиграем в волейбол, значит, искупаться, немножко позагорать, и поехать в какой-нибудь из отелей на послеобеденный чай, вот, если мы не найдем какой-нибудь новый отель, у нас есть еще ваучеры в другие отели, то мы также посетим наш любимый отель, который вы знаете, Джамира Бич Ходел, вот, и возьмем вас с собой, чтобы вы перекусили вместе с нами, мы едем на Кайт Бич, на Кайт Бич стоит, не знаю точно сколько, потом посчитаю, волейбольные сетки стоят, и каждый желающий может приехать и играть. Маша у нас тренируется, ну, не профессионально, конечно, но так как я играла в волейбол, и Машин папа тоже играл в волейбол, и продолжает играть, то мы брали Машинку с собой на секции буквально практически с рождения, с трех месяцев она у нас путешествовала уже по Спартакеадам, вот, привыкла она везде в дороге быть с нами, да, мы ни с кем ее не оставляли раньше, и, в общем, Машинка у нас, по крайней мере, навыки волейбольные у нее есть, да, дочь? Да. Вот, я спокойно могу разминаться уже с ней, потому что она и хорошо басует, и отбивает, и подает, вообще, все чудно, если бы и рост у нее хороший, просто, если бы здесь найти команду такую, где можно было не профессионалом играть, а вот, так сказать, начинающим, у Маши все задатки есть. На какое-то время потом, когда Маша ходила в музыкальную школу по классу фортепиано, мы перестали ее брать с собой, я перестала брать с собой на секцию, потому что, как сказал учитель, преподаватель музыки, нужно было беречь пальцы, вот. А в волейбол такое дело, где пальцы играют тоже одну из важных ролей. вот. И у нас сейчас 36 градусов на улице. Посмотрим, я надеюсь, время полодиннадцатого, не будет такой еще жары, но посмотрим. В принципе, 36 градусов, да, тоже жара. И Дубай, он прям просыпается от лета, смотрите, как красиво вокруг. Наконец-то зелень такая, более-менее уже не увядшая. И вот мы уже приехали на Кайт-бич, сейчас будем искать парковочку. вот сетки стоят волейбольные, видите, раз, два, три, четыре, пять, пять штук с десять, где-то еще на другой стороне тоже есть. Давай сидеть еще. Поль, можно делать? Можно? Можно делать? Можно так делать? Можно. Просто, когда не играешь? Ну, просто стоишь тогда? Да. Просто стоишь. Нам говорят, ой, так нельзя делать. Просто, когда стоишь, и перед тем, как подавать, можно несколько растопленных мячом. Ой, ты что делаешь? Да, ты не баскетболе, не мяч. Они, как мальчик, пинают. Жара. Так себе. Было и жарче. Полдаюсь? Места в тенечке, только для полиции и для менеджеров вот этого пляжа. Да. Да. Да, маленько солнце. Харю, а я шпарю. Маленько. О, да. Написано, не играть в бикини. У меня не бикини. То есть, играть в шортах и в футболке. Поэтому моя одежда, шорты и такая вот футболка с в футболке. Субтитры сделал DimaTorzok И мы в нашем любимом отеле Идем на послеобеденный чай Шампанский Надеюсь, в этот раз мы и попробуем шампанского В предыдущий раз нам не удалось попробовать Потому что был Исламский Новый Год И до 7 вечера алкоголь не продавался Вот Как здесь хорошо Прям как дома Да, мы немножко замученные после моря Сейчас нас заметят и придут Интертейнер по Афтононцеи Угу Ну, как интертейнер? Интертейнер? Я имею в виду, что интейнер? И нас маленько здесь информировали о том, что Afternoon Tea изменил свое название. У них теперь называется это пикник, время пикника. И нам оформили столы, постелили на них покрытие, которое напоминает травку. Мы в ожидании, что же это будет. Традиционный послеобеденный пикник. Традиционный послеобеденный пикник. Традиционный послеобеденный пикник. И в последний пикник. И вот тут на вне скойны. Что-то творится с фрешцами. Это прекрасно. Это красиво. Теперь они добавлены в крем. И потом будут маленькие муфины и макароны. На этой стороне есть вегетабель. Диплом в хамус. Там есть хамус. Таким образом, это хамус. И потом шоколадный куки. И это будет фрукты. Фрукты. Фрукты просто приготовлены сейчас. Мы сняли от дерева. Мы сняли от дерева. Они сняли. И мы сняли. Доброе утро. Это очень вкусно. Сандички вкусные. Мы пробовали много раз. И это было очень приятно. Да, это было добавлено. Теперь они отвертят. Потому что они добавляли больше сандичков. Попробуйте. Спасибо большое. Мы налопались. Маша такая усталая. Она устала после вчерашнего урока физкультуры. Мы покидаем наш любимый отель. И Ахмедушка здесь ждет машину. А, и мне здесь очень нравится. Здесь можно попить освежающую водичку с немоном с медой. Вот что значит перезвездочный отель. Маша, помоги. Маша, помоги. И отель ему. О, что у меня такое? И машинка уже подъехала. Спасибо большое. И вот так закрывают за вами дверь и открывают. Что-то он немного подцепил. Ну, вы слышите. Итак, ребята. Как вы чувствуете себя? Найс! Да. Мы только сейчас с Машей заметили, когда дотронулись пальцами до кончика ушей, потому что у нас уши в песке. Вот так вот мы принимали душ на пляже. Но там такой душ, если честно, вообще. То есть мы оттуда быстрее хотели выйти, потому что там так душно. Вот душ от слова душно, наверное. И горячая вода очень. И горячая очень вода бежала. Поэтому, естественно, до ушей не дошло. Вот. Мы сейчас... У нас был очень хороший опыт попробовать этот новый послеобеденный пикник в отеле Джумера Бич Хотель. Поэтому они заменили у них теперь... Если раньше был алкогольный, так сказать, послеобеденный чай, в который входил бокал шампанского, то сейчас они подняли цену на 50 дирхам, но входит уже целая бутылка шампанского. Так как у нас был ваучер, покупаешь одну, значит, один послеобеденный чай, второй должен быть и в подарок, то, по идее, на вторая бутылка должна быть в подарок. Но здесь есть вот такие вот нюансы. Когда я спросила, сможем ли мы забрать вторую бутылку с собой домой, мне сказали нет. На вынос вы забрать не можете, потому что, чтобы здесь купить алкоголь на вынос, господа, нужна лицензия. Если кто-то из вас знает, каким образом, для чего вообще они должны, люди должны покупать лицензию, чтобы купить алкоголь, ну, домой, да, там, или, например, для празднования какого-то там, дня рождения, там, вот. Кто это знает, напишите мне, пожалуйста, под видео в комментариях, потому что я вот просто думаю, обычно лицензия, да, по лицензии можно контролировать объемы продаж алкоголя, но как по лицензии можно контролировать также, сколько ты купил, что ли, алкоголя, как для собственных нужд, зачем это вообще нужно. Вот, поэтому для меня, конечно, это, и мы отказались от алкогольного, значит, после обеденного чая, пикника, и просто купили один бокал шампанского для меня, потому что с тем, что я уже не спала 27 часов, вот, бокальчик меня маленько еще больше, не маленько, еще больше меня разморил, вот, но при этом шампанское очень вкусное, при мне открыли бутылку, вот, очень понравилось нам, добавили теперь больше они ассортимент, вот, вот такой вот послеобеденный чай, и в принципе, одна порция рассчитана на двух человек, поэтому мы там кое-что не съели, кое-что запихивали прям себя уже, да, Маня? Вот, поэтому, значит, одна порция послеобеденного чая, обычно это на пару, вот, вот, вот такие подробности. Мы купили Маше шортики, два топика спортивных, купили мы в обычном магазине Чиба, очень дешевый магазин, шортики нам обошлись, что-то там, 28 дирхам, один топик 19, другой 26, по-моему. Ну, дешево. Очень дешево, и качество отменное, вот, так как она у меня не профессиональная спортсменка, шортики такие легенькие, аккуратненькие, и топики просто загляденье. Просто загляденье. Просто загляденье. Поэтому Чиба магазин, как я уже говорила, полон замечательных вещей, дешевых и отменного качества. Здесь дешевые вещи и очень хорошее качество, очень хорошее. Вот. Машуля такая красная, посмотрите, Маш, посмотри. И лохматая. А я, кстати, с ней пользовалась, опять скажу, похвалю Тарт Косметик, я пользовалась увлажняющей тональной основой, которая была солнцезащитным фактором, и лицо у меня вообще никакой красноты нет. А у меня надо тоже идти. Сейчас уже пошел тридцать первый час, вот я не спала, поэтому, наверное, нам нужно прощаться. Да? Вот так у нас заканчивается пятница. А тебя еще день. Вот. Завтра у Маши тоже выходной, Ахмедушка на работу. Вот. Делать уроки. Маша будет делать уроки, да. Вот. Я смонтирую видео и будем готовить что-нибудь вкусненькое. Да. Вкусненькое.